Алексей Михалыч. А мы, Алексей Михалыч, играем в игру. Знаешь, есть такая игра? Найди 10 отличий. Ну, нашли? Да, три. Опа, посмотри, пацаны. Пацаны, посмотри, 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 посмотри по карману. Пацаны, далеко пойдёте, правильно? Туда не мягко. Чё? Туда не мягко. Не мягко? Ты в большой карман. Сюда в большой тыкай. Туда больше влезай. Да. Давай ещё. Да, я чё. О, нифига, чё, уже спилберг здесь. О, Константин Бачкиш, приветствую. Да, у меня, у меня как всегда. Всё-всё-всё-всё-всё всегда. В общем, хвост говно. Георгий Александрович, привет, приветики, привет. Георгий Александрович, а чё случилось? Чё с лицом? Что? Как бы так помягче выразиться? Ну, ты говори мягко, пока твёрдо как-то получается. А, да? Кто? Кто он? Я вот очень хочу посмотреть в глаза вот этим людям, которые вот это сделали. Может, не надо? Сейчас нальётся, и я тебе покажу. Ну, это дичь просто, это кошмар. Я сегодня с утра, с утра приехал пораньше, думаю, отвезу оливочку на моечку, чтобы всё отмыли, салончик, вот эта вся история. И ты приедешь, и мы пойдём её сфоткаем. Ну, да. Но до мойки я не доехал. Что, сломался? Я развернулся. Чё-то стучит под нищу. А. Ты выяснил чё? Да! Что-то орёшь-то. И когда я выяснил, я просто охренёл. Нет, ещё идёт, сука, приготовление, давай работай. Ну, это, всё. Что, всё? И тут фиаска? Ну, просто зазавис. Ну, наверное. О, заработал. Короче, Сергеевич, это просто какой-то нелепый, вообще лютый, бессмысленный кошмар. Так чё, у тебя утро, в общем, как всегда, да? Утро, да. Утро начинается не с кофе. О, оливка висит. Да вообще кошмар. Родионыч. Родионыч, привет. Костянович, здравствуйте. Привет. Такой вообще из 90-х коробочник. Что? Да ты, ну чё такое, ну показывай уже. Короче, вот объясните мне, дебилу, дебилу мне объясните, как? Я не смогу. Подержи. О, лампочка. Как, сука, вот это, нет, вот сюда светит. Вот так. Как вот это, сука, может произойти? Почему коробас бьётся об опору? Подуха, вот эта подуха третья опора, она новая. Новая, да. Новая. Да. И жлыга новая? И жлыга, я взял старую жлыгу. Ну. Я взял старую жлыгу. Соответственно. Да и... Да и... Ну не нервничай, ты чё ты... Да меня это бесить уже начинает. Да ну. Я взял старую жлыгу. Ну. Я думал, может отверстие в новой не там просверлено. Просверлено. Это же автоваз! Это нормально! Так это... Ну. Но нет, всё, что здесь снизу, что здесь снизу. Ага. И причём, когда мы её поставили, этого не было. Не было? Что, резина говно? Она, сука, видимо, просела. Просела. Мы не ездили на оливке, ни хрена. Она стояла. Да. Радик. Честно, стояла. Вот ты, у тебя образование авиакосмического прибора строения. Вот объясни, как вот это дерьмо может произойти. Вот как? Вот почему, когда я хочу сделать машину хорошо, всё время получается какое-нибудь дерьмище. Когда тратишь деньги на запчасти. Причём, говоришь, ребята, продайте мне хорошую запчасти. Я, сука, заплачу. Не, бля, всё время получается какая-нибудь херня. Но в то время, когда мы что-то угораем и собираем из говна палок и пылесосных шлангов, всё, сука, работает. Да. Да. Это факт. Это факт. Как вот это могло произойти? То есть моё техническое образование недостаточно для охарактеризовать данный факт, Георгий Александрович. Рукожопы! Рукожопы, да. А что, кстати, с рукой? Ты больше лирики. Да всё нормально. Сергеич, а что с рукой-то? А кость говно. Детали говно. Как и детали. Реально, а что случилось? Да ничего не парься, что ты. Всё хорошо. Ну, это просто дичь. Ой, ну я, ну что, ну что мне тебе, что-то своих проблем тебе в голову накидать, что ли, тебе мало вот этого витка? Не, ну просто твари. Короче, резюме такое. Ну? Снабжение. Отправляйся. Я не знаю куда. Хоть к официальному дилеру ТАСС. У неё такой же, как. Но мне нужно две подушки. Одна классическая на пяти ступеньку, потому что у нас тут хвост, короче, ты знаешь, это тюнинг наш. А вторую возьми от Нивы. От них можно всего ожидать. Вот эту? Вот эту? Вот эту резинку? Да. Вот эту? Да. Ага. Вот эту жлыгу не надо? Нет. Одну от классики пяти ступ, одну от Нивы. Хорошо. Одну от пяти ступеньку. Хорошо, что у тебя автомат. Да. Я сейчас одной левой вообще просто справляюсь. Давай денег. Я тебе покажу. Всё. Сделай доброе дело. Да. Пяти ступенька и Нивы. Надо запомнить. Валера, объясни мне. Детали говно. Валера, объясни мне. Вот объясни мне, почему так? Ну потому что детали говно. Вот примерно аппарата такого же, блин, автозавода. Покупаешь одну деталь, ставишь. Неделю-две работает. Через две недели всё, капец. Покупай новую. Это просто дичь. Просто дичь. Радик, как ты после оффроуда, кстати? Не очень. Моё моральное состояние оставлять лучшего. Всё посмотрим. Надо будет поднять машину встречи. Я не делал этого. Там вроде порог тряснул всё-таки. Вы были правы. Но это всё фигня. Прекрасно. Всё делал. Прекрасно. Прекрасно. Нормальное утро начинается. Короче, пока всё это происходит, у нас происходит извечный спор с Крабаном. Насчёт жилыги. Пятиступенчатый и четырёхступенчатый. Ну, то есть разные они или одинаковые? Они разные. Бинго! Но мне кажется, станут они обе. Окей, давай, Крабан, на деньги будем спорить? К этому дерьму мы сейчас придём. Мне есть что сказать. К этому дерьму сейчас придёмся в ней. Нет, не спорьтесь сексуально. Смотри. Вот эта оливковая четырёхступенчатая, да, она не имеет, короче, она имеет вот такую форму ровную. Это немножко имеет изгиб. Соответственно, ну, мы берём, пхаем жилыгу сюда кряс, а на эту шпильку она уже не станет, потому что упирается в Крабан. Это четырёх... Да, но у нас коробка и не сидит на подушке пока ещё. Далее. Берём жилыгу от пяти ступки. Ставим. Твоей любимой фирмы с редким именем начало. И опа! И смотри, она чётенько вот сюда вот встаёт. Это начало конца. Начало конца. Если мы сделаем вот так... Ага. Ага. И чё? И чё? Крабан, ну что ты... Куда ты сейчас её... Воткнёшь её, что ли, сейчас в этот самый в кузов? Значит, у меня кривая была какая-то. А, у тебя знаешь, какая была? У нас есть три версии. Да. Три, сука, версии. Как так показать-то, мать моя женщина? Ну... Они все... Знаете, что у них самое интересное? Они все разной высоты! Да. Потрясающе! Вот это стояло на оливке. Самая низкая. Да. Вот это... Пятиступка. Пятиступка, значит, классика. Да. Вот это Нива. Да. Вот отчего это дерьмо? И где ты его купил? Я не помню. Ну... Я не понимаю, как одну и ту же запчасть можно делать, блядь, в трех разных исполнениях. Трех разных исполнениях. Ладно, я понимаю... И по толщине металла, и по высоте резинок. Ну, как вот это дерьмо может быть? Смотри, они разные реально по высоте. Что сделать? Мы можем приколы ради загнать пятиступечные. Нахрена? Валера, чтобы мы увидели еще десять разных одинаковых запчастей. Зачем? Ивенно так. Ну, Деоргий Александрович, ну... Я не знаю, я не знаю, как можно собирать жигули. Наверное, надо покупать по пять комплектов разных запчастей. То, что подошло, ставить, а то, что не подошло, отвозить обратно. Ну, это дичь, он. Ну, это полный бред. Ну, как можно одну и ту же запчасть делать криво? Короче, сейчас будем изобретать. Начнем от Нивовской. Если Нивовская не встанет, будем понижаться. Мы теперь будем вверх смотреть. Дядя Вова. Здравствуйте. Привет. Привет. Ты что делаешь? Крышку снимаю. Зачем? Покладочку поменять. Ну, что делаешь? Музыка хорошая. Валера? Да. Валера. Да. Можно вопрос? Ну. Ну, нищий подвоха. Так. Почему ты все время такой счастливый? Я не знаю, почему бы не радоваться каждому дню? Ну, да, действительно. Что с рукой? Что с рукой? Кость говно. Я говорю, что ты сделал-то реально? Не сделал ничего, не поверишь. Ничего не сделал. Природа делает все. Я тебе не верю. Ну, у нас смена климата, смена погоды там, глобальные потепления, катаклизмы, похолодания. И все это сказывается на моей гребаной руке. Понимаешь? Я понял. Давайте вкрячивать подушку. Я все понял. Георгий Александрович, может, гаечки-то все-таки затянем, а... Валера, подожди, это тест. Остановись, Валера. Ну, ладно, хорошо, подождем. О, Алексей Михайлович. А, мы, Алексей Михайлович, играем в игру. Знаешь, есть такая игра, найди 10 отличий. Ну, нашли? Да, три. Всего? Всего три. Три подушки, три отличия. Так, это от Нивы. Первая попытка, сейчас посмотрим, как будет стоять. А, кстати, Георгий Александрович, мне в магазине сказали, что не подойдет она. Ну, я сказал, не верю, давайте сюда. Ну, и как бы... Ну, а сказали, в магазине... Так, теперь самый важный тест. Давайте опустим. Давай, я даже... Давай. По-моему... Да. Что с рукой? Георгий Александрович, все нормально. Все, я уже... А, все? Все, становись. Тогда вот так. Делаем чуть-чуть. Так, я понял. Ага. А как расстояние от тебя? Да мне нужно и расстояние, и изгиб кардана. Давай. Так. Угу. Ага. И, и, и... Изгиб кардана, че? А, я не знаю, че. Да хрен он, это топор в плечо. Сука. Прикинем еще один, будем? Или на этом остановимся? Как ты? Как ты? Я в последнее время вообще никому не верю, поэтому давай поставим еще, короче, ту. Ага. Средней длинности. Средней, мля, удлиненности. И посмотрим, что будет. И примем решение. А мне интересно, просто, как это, станки разные у них, у них постоянно, в смысле, это прям... Ну как, как, как можно сделать разные запчасти вот на одном и том же, там же... Ага. 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 Это Россия. Парень я понял. Пресс гуляет. Заводчане, пожалуйста, выполняйте качественную свою работу. И у Георгия Саныча меньше жопа будет гореть. И у меня меньше рука болеть, наверное. Отворачиваем. Хорошо, что не затянули. Ну так-то да. Третий вариант. Да. Мне он нравится больше, потому что здесь карданиус, как бы, и коробка относительно кардана более соосны. То есть мы остановились на среднем варианте. Да. И, в принципе, тут как бы у нас нормальный зазор. Ага. Все хорошо. Просядет, поставим Нивовскую. Этого не избежать, да? Не знаю. А может быть сразу... Сейчас только народу будет говорить, подвиньте вот эту жлыгу, да мы ее все время, эту жлыгу двигаем. Да. У тебя были проблемы такие? Нет? Это все потому, что у тебя корч. Да. Сто пудово. У меня классический таз, у меня проблемы по жизни. Валера, ты просто, ты сеешь позитивное настроение в душе зрителей. Да. А вот это вот, скажи мне, вот эти вот ушки, это что, для пломбы какой-то, что ли? Что это такое? Что с рукой? Кочь говно. Ясно. Все, обтягиваем на тест. Все. Едем на мойку, делаем люкс. Юрий Александрович, тебя не смущает, что дождик на улице идет? Мне нас жрать. Мне надо сделать фотосет этого автомобиля, в том числе салона. А чтобы его сделать, надо его после малярки, значит, помыть, почистить, натереть, вся эта история. Ну, тебе виднее. Да! Я, ну, а фотосет, а дождик идет-то где? Фотосет-то делать будем? Подождем. Подождем? Мокрыми будем, но... Этот фар включается, мать моя жизнь. Все включил. Все включил, все, что можно. Все, поехали. Люкс! Я твой отец! О, я на самом деле тебе порой, Тарас Сергеевич, очень сильно благодарен, хотя бы только за то, что ты поднимаешь настроение. Это просто... Это... Потому что я со своей долбанной серьезностью вообще, как бы, уже просто будешь сомывать. А может, прям поедем-то там, разднемся, или у тебя какая-то своя мойка? Нет, 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 я так, я аж опять же, я же, я же, я, ну, просто просил. О, Оливочка. Что? Ничего. Что? Да, дождь. Да. Да. старик приветствую нам бы люк с салоном с ковриками со всеми делами прям со всеми да и будет чтобы была красивая вкусный был кофе так все помыли спасибо спасибо удачи это у нас холодно стало печка работает ремешочки такие аскетичные что случилось они же понимаешь так то не настраиваются настраивается вот так красота мою первый раз да все едем 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 фотографироваться откуда у нас вот ух ты шнил георгий саныч у нас почему-то вода под ковриком под пассажирским мы же с мойки тарас сергей выехали что георгий саныч он просто есть вот на этом полу а на вот этом полу нет у него только с одной стороны что ты сейчас прямо сейчас прям страшно выглядишь у тебя даже волосы дыбом стали сейчас я посмотрю посмотри пожалуйста не просто странно очень как-то но это прям прям что-то как я понял что короче на классики но если здесь вода она заливается по двери и в двери у нас кто-то был не такие протяжки то это ну видимо знаешь дождь вроде не так а на мойке когда стали керхером брызгать а напором дыбишь я понял короче возвращаемся сферу отлично отлично каждый день какие-то сюрпризы я короче понял возвращаемся сферу открываем все двери все нахрен ну кроме и кроме водительской а зачем а там уже хэддэн создав мы нашли мы не знаем кто этой тачкой владел не дай бог еще что найдем чё она так сохранилась где она была стояла какому этому тому я понял поехали я все понял почему столько вопросов и так мало ответов не знаю не жгучу мужчина нам надо сфотографировать всего-навсего автомобиль нет мы все время сталкиваемся с тем техническим нет с одной стороны то что вода льется как бы для классики это нормально надо же оливка с не должно ничего лица в салоне но она же в стулке и коробка не должна стучать эту штуку вроде победили я не знаю просядет эта подушка или нет просто узнаем только время только время покажет георгий саныч а ты уверен что все надо разбирать у нас же один полик только мокрый это как бы безумие я хочу везде посмотреть и землю хочется но я тебя не стучит он сегодня стучит валера точно коробка не слава богу нет нет там там-то не стучит а вот у георгий саныча тут просто звучит но у тебя вот там стучит валера разбираем все да проверим проверим если полиэтиленки но как бы правильные потому что в водительской есть там был head and shoulders в этой точно не очистки совести сейчас проверим даже гули так не звучат на закрытие меня тоже это напрягает что двери чем-то набиты и жигули так не звучат на закрытие двери они должны хлопать остановись но 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 остановись что ты шнурую я сейчас при их пригоню свои зиму надо мне пригонять свои жигули не надо и другом они звучат это другая жизнь другого века . что ты будешь делать абсолютно из того же георгий саныч пожалуйста это держись не заломать бы так вот так вот потом куда сейчас в бок неплохо что-то что-то подложено было это чтоб не гремела так тут так а тут это все будет тогда здесь все есть это полиэтиленка и четко и четко красиво замовильно я понял все разбираем остальные георгий саныч на спасибо разбираешь все остальные я очень пойду на youtube чеки по залипаю все это на это надолго в общем я пошел пойду чё кто youtube смотреть будет о лес рук я понял ладно пойду наверх а это чё а это тарас сергеевич нетрудовые доходы советского человека на зеленой копейке мокрый даже в нескольких пакетах лежала да да где в двери да 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 ни хера себе нормально там попроса на то есть который текло а от той который блин может заявим куда в бхс бабки то есть бабки есть даришь рублей тихо ни фига себе и при всем при этом гасим так это слышишь так это зарплаты двери ты здесь точно есть вася окстись при средней зарплате советского человека 100 рублей то 120 рублей в этой панике уже как бы ну нормасе вот вот средняя зарплата советского человека а здесь как бы ну ни одна сколько здесь 4 таков носки ну я суши даже не знаю здесь ну это точно должен быть дверь мне большое желание взять эту пачечку и просто он сделал а советское время тебя конечно здесь рублей можно вопрос почему в одной двери head and shoulders ну а в другой деньги отвлекающего него когда эти сюрпризы кончатся ну видимо да у человека было еще одна машина поэтому копейка в ленинграде и не заняла вероятно он был каким-то таким чуваком в какого-нибудь автотранспортном предприятии и имел возможность эту машину держать все время в тепле и хранение за нычка нычка такая не херовая нычка я тебе хочу сказать так и я тебе говорю что да а сколько денег давайте посчитаем а то ты здесь тёлочек тёлочек он смотрит тут на ютюбе так Юрий Александрович ну никто со мной не пошел смотреть а я вот смотрю три сотни уже есть триста двадцать пять триста пятьдесят триста семьдесят пять короче на это уйдет какое-то время определенно знаешь как проще сделать просто сочетать бумажки умножить на двадцать пять михалыч меняешь поливки в двери было можно по курсу здесь четыре триста по заявлению валеры а сколько оливка тогда стоило простить 6 200 а то есть чуть-чуть еще два рубля не хватило еще да еще два косаря и можно купить оливку по курсу поменяем не те подожди не трудовые доходы да алексей михалыч советского времени они взяли червонец как их называли червонец 4 так как и сейчас я ну я минул и прибавилось четвертах червонец он смотрите дедушка ленина а столько и столько людей помнишь дедушку помнишь дедушку не дедушка мне не помню это самое сколько людей же тогда встрела на с этими рублями устающего была другая история была но и с этими тоже да они тоже сгорели да поэтому но представляешь когда-то в реально 4 4 4 300 подки в дверей стих можно купить уже я не помню я знаю что оливка в нашей комплектации с радиоприемником стоила 6 200 отдохнуть на казантипе можно было неплохо с такой пачкой да там другая фишка была там ирония фишка в том что видишь здесь есть такие вот водосливы я немножко подзабились и поэтому как бы водичка потекла видишь через клопы соответственно и все а лежало это все вот здесь офигеть и все полиэтиленки кстати на месте на той двери единственное вот здесь вот она немножко оторвалась но это не страшно мы сейчас подклеем и будем обратно но эти полиэтиленки как раз для того чтобы они ну да 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 вот я я думал что в дверях кто-то был их нет оказалось все несколько иначе в дверях кто-то был и так что-то оставил чудеса да ну чё возвращаем в сток да возвращаем в отца да да наконец-то так ну вот вроде все все двери собрали значит сейчас коврик пока не будем класть пусть просохнет это дверь ништяк оливка все сергей поехали здравствуйте бандиты здравствуйте привет привет бандиты я вас поздравляю вас родилась сестренка сколько чё как вес я вот и 180 53 сантиметра екатерина поздравляю екатерина отдай я вас чё машину времени вы жили ты неправильно распределяешь финансовый поток я тебе сейчас расскажу на 3 значит а пацаны начаться вот эти деньги принадлежали дядюки который жил на нетрудовые доходы советское время держи тебе 4 держи тебе 4 так нормально 5 форманного томас фантомас афоня ты мне руби должен на стрижку ну благо такая стрижка недорого стоит у нас но на 1 рубль то нормально можно было мороженка поесть там да вообще поесть можно было вообще бабло пофиг опа пасы пацаны далеко пойдете правильно что туда не мягко и в большой карман сюда в большой тик туда больше влезает давай еще далеко пойдут ну это ну а что она нельзя быть жадным ни в коем случае когда был маленький мне казалось что один рубль ну как-то бумажки жили больше очень поменьше был мужчины чирик и знаете чтобы можно было понимаете осуществлять товарно-денежные отношения еще руб а нет надо блин трешек нет знаете 3 на тебе 3 все мужчины теперь вы можете осуществлять товарно-денежные отношения до монополию поиграть вообще хорошо будет костяныч мы фоткаться едем да ты с нами с кем куда ну на оливку надо сфотографировать мы сегодня с утра собираемся все через задницу идет с кем вы собираетесь куда чё подвантовый мост с вами подвантовый или тех жене надо или будь я делю тебя ребенок родился что родился родился что все хорошо заправились кстати тачка он обклеил понимаешь в эти все ну да да должен же быть праздник все таки я понял ты к жене или едешь я еще подумаю если вы будете собираться два часа тогда я поеду к жене вы дайте фантомацию еще руб заслужил руки загребущий то почему трюльников трюльников нету ни одного отец два да что руки-то 2 каждый по рублю все поехали к жене изжай к жене что меня на чих пробило что это хрустнуло а все столбово не фугай меня так сегодня хватит приключений но во всяком случае сейчас часть удачи не надо да 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 на нашей стране потому что прекратился вот так же ну и здоров спасибо друзья потому что прекратился дождик ну я не понимаю зачем ты взял штатив георгий сан штатив надо мы же снимать будем правильно фотографировать а что снимать значит не фото короче будем заниматься фото сетом поэтому я посчитал нужно взять с собой штатив мало ли пригодится лучше не взять и не пригодится чем нет лучше взять чем и не пригодится чем не взять и короче я запутался интересно есть у вас вот нормальные люди которые могут пропустить ултаймера просто на секундочку вообще красивую машину видео на газели на газели спасибо это вот знаете из первых кто ну вот так большинство людей вообще эти автомобили по заверению многих они вообще не должны ездить уже по дорогам общего пользования то с людьми происходит и рассердить что с рукой болит почему не знаю добрались на месте коль скоро штатив у тебя на те фотоаппарат пожалуйста георгий саныч фотограф так-то это платная услуга на секундочку нет проблем держи трешку в советское время это ништяк ну ладно трешка так трешка что пойдем давай жалко фотоаппарат не пленочный а знаешь знаешь такое красная пленка красная нет знаю красную лампочку когда про проявляют ты не знаешь такое красная пленка не ты реально не пользовался этим приколом она хотят да нет я напиши напишите тарасе напишите тарасе господа старпёры что такое красная пленка не я я просто все все на пленку снимал это было неправда там экранчик можно поднять да это хороший фотоаппарат на только тень что тебе надо везде не надо дойти вот так ты твоя скинь ну да действительно давай оливочка пока друзья чудо нету ветра под вантовым мостом место сбора множества автоклубов автомобилей санкт-петербурга красота красота сейчас какой-то такой кадрик бы взять я думаю мы сейчас какое-то время пофотографируем что-то из этого даже выложу в инстаграмчик герой санкт-петербурга ну то есть себя я не знаю мне машина нравится ну чё какой самый у нас известный фотограф шишкин медведей в лесу сфоткал ну вот и осень в петербурге и не говори в общем только мы все сделали все проверили значит нормально с опорой все хорошо и уже собирались ехать домой я одел куртку как приехал серега дегазатор с одной единственной целью может быть что-нибудь дегазнем вообще у нас сегодня было столько приключений серег ты не представляешь столько приключений но если тебе очень хочется то можно что-нибудь и дегазнуть но только чуть-чуть и по лайту на пол шишечки так сказать да она у нас зелененькая зелененькая давайте зелененьким яблоком давайте оливка зеленым яблоком пахнуть как это по современному будьте любезны мальчик отойди от машины да что ты что ж ты да если ты не помнишь меня то не надо заодно проверим твою любимую штуку сюда к телочке поеду сегодня ты бы ему сейчас в станишке брызгал на всякий случай можно лучше туда давай да случаи разные бывают копилку мою будешь показывать цель а тут закрыт а сейчас мы сделаем open подожди спокойно это же паника паника будьте любезны а кошмар Редионыч тебе после оффроуда так же надо да и вообще не радику а офигеть а ты посмотри на что проверка на герметичность ございます это знаешь такая кумар шабаш машина не давление еще нужно будет нормально да не нет 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 давление а потом как шарик лопнул датчик фу я всё время забываю сколько ждать 35-45 минут твою мать что вы же домой не спешитеgens ну же нет теперь видимо да эээээээй деле ну и денек я давно не представлял что за один день может прийти столько событий столько событий вообще просто знаешь такая вот по кривою вот так вот вообще су линии судьбы а вот так все сережку то ни в коем случае дегазатора под вечер приехал в общем ситуация такая как вы могли видеть и наблюдать с утра мы столкнулись с качеством и разноплановостью отечественных запчастей да потом мы столкнулись с протечками эти протечки привели нас к финансовому благополучию тридцатилетней давности это удивительно мы произвели фотосессию так что теперь у оливки откат а это требование заработанные за фото съемку тарас сергеевич сегодня вообще просто фотограф от бога и вроде мы уже собирались ехать домой но приехал дегазатор игре давайте что-нибудь догазнем ну как говорится на ловца и зверь бежит зверь прибежал но и как бы догазнули оливку запах будет приятный да дальше ждем так сказать административных вопросов и решения которым заняться георгий саныч и и телепортируйте нет просто ну все нормально всем мира добра удачи обязательно подписывайтесь на канал обязательно комментируйте я не знаю будут мемасики не будут мне кажется эта серия получилась в какой-то степени серьезный в какой-то степени рвану пуканный но надо настолько спонтанная вообще сегодня просто хотели съездить домой съездили всем мире добра удачи а до новых встреч пока ну раз дегазатор при а раз дегазатор пришел приехал ссылки на него будут ну там внизу в описании гараж tools все мы домой пока ребят